Теперь вопрос, а почему завтра? Чего не хватает? Силы. Слушайте меня внимательно. Это очень важная тема. Это называется не силы. Это называется очень глубокое знание, которое соприкасается с зоной вдохновения. То есть не хватает, по факту, очень глубокого вдохновения, которое даёт тебе понимание, зачем и когда. Вот, допустим, если человек влюбился, он не будет говорить, что у него нет времени на свидание. Правда, он найдёт время, потому что у него есть сильное вдохновение. Он пойдёт обязательно и даже будет лишён сна, может быть, но всё равно он будет счастлив, что он пошёл. Почему? Потому что так действует любовь. Вдохновение не только любовь даёт, так же очень глубокое понимание, зачем это надо. Понимаете, ваше изучение, оно имеет стадии. Сначала человеку просто интересно. Вот Олег Геннадьевич такой интересный человек. Он всем говорит что-то, и оказывается, это правда. Как-то удивительно. Вот. Ну и так далее. То есть люди просто смотрят, я прикольно читаю лекции, как-то весело посидишь, прикалываешься. Всё классно. Ну и как бы интересно, может быть, это правда, то, что он говорит. Ну то есть сначала человек просто интересно, потом дальше он знает, что это правда, но делать так он почему-то ещё не может. А потом на следующей стадии ему хочется так жить и делать. То есть эта стадия глубокого понимания вещей называется стадией глубокого познания или стадии вдохновения. Ну то есть само по себе очень глубокое понимание вещей, оно даёт вдохновение. Представляете, если бы у вас были такие часы Apple Watch, допустим, да, которые как бы вам бы показывали, что вот ты не прошёлся сегодня 10 километров, и время до того, как вылезет геморрой, уже сократилось на 2-3 дня. Ну то есть ты опять потом не прошёлся ещё на 3 дня меньше времени, и потом как бы ты не прошёлся уже сегодня, и раз, вылез геморрой. Представляете, если бы вы так уже точно вот знали, как бы, вы бы тогда вообще не парились, правильно? То есть если у вас был такой Apple Watch, то вы как бы до геморроя осталось полтора месяца. Правда, это очень вдохновляет. То есть вы думаете, не-не, всё, сегодня полтора месяца, это совсем маленький срок, я не хочу геморрой. И пошёл. Ну то есть, видите, страх является очень вдохновляющей силой. Ну что касается здоровья. То есть страх или чувство неуспешности, неполноценности. Если бы у вас это чувство было, вот допустим, я знаю точно, просто точно, что если я бы сегодня не сделал с утра йогу с молитвой, я бы лекцию эту нормально не прочитал. Это 100%, поэтому я иду и делаю просто. И всё, у меня нет выхода. Хотя мне не хотелось с утра. Я сначала думал, может, не сделаю, никто не заметит. И в сердце, да, тебя никто не заметит на лекции. Пошёл делать йогу, чтобы заметили. Понятно, да? Ну то есть, что вам мешает всё это делать? Вам мешает неглубокое понимание вещей. Вы не знаете, когда вылезет геморрой точно. Ну, как бы если вылез, вы не знаете, что при время движения он у вас залезет назад. Ну то есть, у вас нет знаний, понимаете, в этом вопросе. И поэтому, как бы, может быть так, а может так, чего напрягаться-то зря, а может быть это не так. То есть, у вас нет глубокого знания. Но если знание достаточно глубокое, и поэтому надо больше слушать лекции, просто изучать, изучать. В какой-то момент у вас произойдёт озарение. Вот ты какой северный олень, да? То есть, вы его увидите в своём сердце. Это момент истины. Но когда момент истины произойдёт, ещё будет одна проблема. У вас всё равно не будет желания это делать. Хотя вы будете хорошо понимать, что это надо. И тогда вот на этом этапе я вам дам свои рекомендации. Запомните, тот метод, который в древних священных писаниях говорится, о победе над судьбой, самый сильный и эффективный, этот метод сейчас забыт напрочь. Этот метод называется сердечные отношения или общение. Вот понимаете, все люди строят сердечные отношения сейчас с голубыми телеэкранами, а сейчас уже с не очень голубыми компьютерами. Это, кстати, приближает и к другим голубым цветам сердечные отношения, если человек такой как бы… Но это уже другая тема. Кто ничего не понял, слава Богу. Потому что когда человек неправильно живёт, он истощается. И в том числе и возможности своей жить с противоположным полом тоже. Потому что это же аскезы. Ну и так далее. Это другая тема. В общем, идея в чём заключается? В том, что женщина вдохновляется женщиной. То есть женщинам нужно… Моя хорошая, давай сегодня сходим, пробежимся там, пройдёмся. А она, женщина, она, когда им по-доброму говорят, она не может отказать, ей так стыдно. Она говорит, ну я сегодня не планировала. Ну пойдём с утра, ну чё ты? Ладно. Пошла. Ну та, которая звонила, думает, ну теперь я-то должна пойти. Чё я ей сделаю? Мне тоже неудобно теперь. Я же предложила. Им же обоим не хочется, женщин. Женщина – это женщина, она очень ленивая по природе. А двигаться всем надо. Геморрой у всех вылазит одинаково. Он не спрашивает женщины. Алло, ты женщина? Ну если женщина, то не вылезу, буду мужчина только вылазить. Нет, он вылазит у всех. И почему? Потому что это напряжение в теле, понимаете? Это означает, нет достаточно длительного движения, нет статической нагрузки, тогда вены начинают из тела в теле вылазить, и как-то неприятно становится. Поэтому вот так. То есть женщина вдохновляется женщиной. И поэтому самая главная задача для вас – это найти себе подружку, с которой вы не будете лясы точить. О том, какой мы женя есть, такой. А будете с ней говорить о том, как вам бегать вместе, гулять, молиться. Ну то есть нужны подружки или друзья. Мужчинам – друзья, а женщинам – подружки. Не женщинам – друзья, а мужчинам – подружки. А женщинам – подружки, а мужчинам – друзья. Запомнили, да? Не перебуду эти звонки. Потому что одна женщина пришла ко мне на консультацию и сказала, что всё началось с того, что у меня появился тренер по йоге. Но я потом ей продолжу, чем закончилось всё. Разрушением семьи. Понимаете? То есть подружки и друзья должны быть одного пола. Понятно, да? Чтобы всё плохо не заканчивалось. Вот. Ну то есть женщина с любовью, ласково, по-доброму вдохновляет женщину. Если у вас нет такого вдохновляющего фактора, вы не сможете побеждать судьбу. Я, понимаете, вроде бы серьёзный человек, который уже много лет работает над собой. Я имею такие вдохновляющие факторы. У меня есть друзья, которые вдохновляют меня и на духовную жизнь, и на движение, и так далее. Я не позволяю себе без этого жить в одиночку, понимаете? Потому что человек сам себя из болота за волосы не вытащит. Нужно общение. У нас очень много сердечного общения. С всякими фильмами, аватар там, всякими обезьянками там, которые высокие такие бегают. Вот, понимаете? У нас есть много сердечного общения со всякой фигнёй. И это всё просто иллюзия. Мы, понимаете, мы вошли в этот иллюзорный мир, и там очень много сердечного общения. Эти артисты, которые вам передают своё настроение, они на самом деле духовной практикой не занимаются. Они вам передают свою судьбу. Запомните, когда человек сердечно, кому-то что-то объясняет, и другой сердечно слушает, в это время один передаёт свою судьбу другому. Вот на этом, в принципе, основе сообщества общения с духовным учителем. То есть если ты слушаешь святого человека, который тебе сердечно говорит, как тебе жить, а ты сердечно его слушаешь, то его качество ты перенимаешь, и дальше ты начинаешь так жить и побеждаешь свою судьбу. На этом основана всё, вот передача знаний любого, понимаете? То есть глубокие и близкие отношения. Поэтому, допустим, в ведах описывается, что лекции не академические надо читать, а надо читать с шутками, по-доброму. Раньше вообще в древней культуре лекции не читали, а пелись. Ну, то есть я вам песенки включаю, это тоже для любви, потому что через любовь сильнее передаётся знание. А раньше всё в стихах было записано знание, и они все пели стихи. Допустим, представьте, вы пришли на лекцию, Олег Геннадьевич говорит, «Надо дружить с друг другом, это вам поможет». Рано утром вставать. Классно же так? Вам нравится? Ну, это сейчас как бы не принято так. Представьте, кто пришёл бы, новенький человек, он видит, так Олег Геннадьевич считает лекцию. И он такой, «Алло, это психиатрическая больница?» Вот массовый психоз. Есть такие фильмы, как «На полтора года», например. Да, да, да. Да, 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 да. Ещё «Фарук Амар» есть такой фильм. Важно. Мусульманские есть, христианские фильмы. Много хороших фильмов, нравственных. Я не против этих фильмов, мои хорошие. Но вам там, представляете, Махадев там такой вот сидит, такой спарвати вместе, и говорит, «Ты завтра побежать, бежишь, побежишь». «Вам говорить». «Вау, Махадев мне сказал!» И побежала. Он же не будет так говорить, правда? Поэтому нужны подружки. «Вау, Махадев вам не скажут, да?» «Не скажут». «Ача». «Хорошо». «Если вам скажут, я всё не возражу. значит…» «Поняли, да?» «Ещё раз повторяю вам, мои хорошие, если у вас такой подружки нет, шансов нет, что вы будете длительно поддерживать себя в тонусе. Придёт время, вас накроет судьба, и некому будет вытащить. Теперь следующий метод. Если вы чувствуете, что вам совсем плохо, идите в храм. Если вы говорите, «А у меня нет моей веры в храм», идите в любую веру. Потому что, если вы пришли в храм, там вот поют, молятся, и вам легче станет. Зачем это надо? Ещё раз повторяю, у каждого человека есть циклами, жизнь циклами идёт. Плохой цикл означает «накрывает». Стало плохо, понимаете? Для того, чтобы это плохо преодолеть, нужны силы. И силы идут через общение. Пошла на службу, постояла на какой-то духовной. Пришли силы, побеждающие судьбу. Это, понимаете, вот вы, допустим, часто в очереди стоит там какой-то деликатес, да? Вот это крутой деликатес, понимаете? Судьба — это самая плохая штучка, которая мучает. Муж уходит, с работы выгоняют. Капец. Вот я вам говорю, деликатес. Пришли на службу, на религиозной постояли, уже, как вместо 100%, что вас выгонят с работы, уже, допустим, 95%. Еще раз поставили, уже 90%. Еще раз. Итак, чик-чик-чик-чик. Меньше 50% означает, что у вас уже есть силы сами справиться с ситуацией. Понимаете? То есть, подружка добрая, что делает? Вот у вас нет сил, что такое лень? Это судьба, это энергия времени так действует. Она от человека говорит, никуда не беги, сиди, лежи, помирай потом. Понимаете? Да, действует время, да. А лекции слушать достаточно? Можно лекции считать? Если вы верите лектору, и он молится, как бы, он ведет чистый образ жизни, то слушание лекций побеждает судьбу тоже. Такой метод есть. Бывает, что читает, духовник какой-то читает лекции, святой человек. А ваши лекции? Я очень святой человек, да. Я прошу просто, чтобы, ну, лучше, как бы, лучше включали прожектор. Видите, вы не видите, они там светят с другой стороны, вот так вот, чтобы аура была. Меня представляет. Я так начала делать. Не от мужа, я надеюсь. Ну ладно, мои хорошие. Хотите слушать мои лекции, слушайте. Я всегда все, что вы мне говорите, отдаю своему наставнику. У меня есть наставник, у того, его сила, как бы, читает лекции, не моя сила. Это точно так, я в этом абсолютно уверен. Потому что раньше я тоже читал лекции, но столько людей не приходило. Когда начал духовной практикой заниматься, появился наставник, сразу, как бы, другой результат. Ну ладно, это другая тема. И так, слушать лекции, слушать службы религиозные, слушать песнопения духовные, это мощный, действенный метод победы над судьбой. Но если нет подружки, которая говорит, пойдем, приближаемся, пойдем в храм, сходим, нет шансов победить судьбу. Даже если есть старшие. Потому что старшие дают познание, но вдохновляющий фактор заставить себя что-то делать идет от равных, а не от старших. От равных. Понимаете? Нет равных, нет побед над судьбой. Не с кем ходить, не с кем двигаться. Значит, все, будет завидание. С мужем. А? С мужем. С мужем. Это кто сказал с мужем? Вы? Вот муж говорит, скажет, допустим, вот женщина, слушайте меня, вы говорите, пойдем бегать. Пойдете? ты сам бегай. У меня жена так говорит. А я и красиво, знаете, пойдем бегать. она мне тоже красиво, сам и тебе. Потому что, когда мужчина, женщина что-то говорит, у нее возникает протест в сердце. Она чувствует какое-то насилие над собой. Я как бы вышла замуж, чтобы он дарил мне счастье. А он меня бегать заставляет? А если наоборот, она может бегать, а он сама бегает? То же самое, видите? Никак мужа заставишь? Никак не заставишь вообще. Если вы его не трогаете, сами бегаете, радуетесь и пред нему говорите. А вот, вы просто понимаете, как мужа заставить. Вы пробежались, вот такая радостная, пробежали. Представляешь, у меня геморрой уменьшился. Представляешь, у меня печень лучше работает. Представляешь, я теперь могу кушать, и это у меня аллергия нет. И такая радостная, все время так кладываете, а у него геморрой-то увеличивается, он же не бегает. И он смотрит, смотрит как бы на свой геморрой. И думает, может мне тоже начать бегать? Сначала, потихоньку. Просто радуйтесь рядом с человеком, показывайте, как вам хорошо жить в такой жизни. Все. Ничего не говорите. Так можно менять судьбу близких людей. Но если ваш близкий человек, ваш муж, кто спросил, и вы вместе бегаете, это вот так вот супер. Это очень круто вообще. Если муж вам говорит, побежали, и вы бежите, или вы мужу говорите, и он бежит, это значит, что между вами вот такие отношения. Но такое бывает очень редко. А дети могут, то же самое. Вы как бы бегаете, ничего не говорите. Начали бегать с вами, пускай бегают. Закончили, пусть не бегают. Ребенок может, может быть, ребенок может бегать? Маму? Маму, пошли бегать. Может? Можно, пойдем, пойдем бегать. Можно ребенка? Можно ребенка, можно собачку. Ну, чаще всего собачки всех дыхают. Вот если взять, допустим, парк, в парках только две категории людей у нас в России походят. Только две категории людей. Это женщины с грудными людьми и люди с собачками. Все. Потому что собачки вдохновляют выходить в парк и грудные дети. Больше никто не вдохновляет. Успомнение на служение. А? Служение. Конечно. Собачкам, служение, грудным детям. Мои хорошие, вы услышали меня насчет того, что от нашего общения побеждает судьбу сильнее, чем что бы то ни было. Просто наличие такой подружки очень сильно изменяет жизнь человека. Потому что она просто по-доброму тебя вытаскивает и ты дальше делаешь то, что сама бы никогда не стала делать. И она тоже тебя вытаскивает только потому, что есть с кем. Теперь, если касается мужчин, там немножко другая система. Допустим, мужчина мужчине звонит, пойдем завтра побегаем, мы пойдем. И оба не пошли. Потому что не тот метод. Мужчина мужчине должен не так говорить. Он должен звонить и говорить, слушай, а я тут это бегаю по утрам. Он говорит, а я, я не бегаю. Он говорит, я знаю, почему ты не бегаешь. Тот говорит, почему? Ну, потому что ты лентяй. Ну, разговаривают. И тот говорит, да я не лентяй. Ну, побежали тогда, если я не лентяй. Он говорит, сегодня не могу. Ну, вот видишь, значит, лентяй. Ну, мужчины так разговаривают, подсмеиваются друг над другом. И вот так они бегают. Ну, то есть, мужчина вдохновляет мужчину вызовом. Можно легкий в шуточку сказать, я тут бегаю, понимаешь, так классно. Вот. Ну, и так далее. Ну, то есть, мужчина мужчину вдохновляет, женщина женщину вдохновляет. А? Мужчина и женщина бегают вместе. Перед свадьбой только если. Они вместе бегают перед свадьбой, как только женились. Они уже вместе бегать не будут. Друг за другом будут бегать со скалкой. Но если мужчины, женщины женились и вместе бегают, это вот так вот круто. Это очень круто, на самом деле. Потому что обычно в семейной жизни люди хотят наслаждаться друг другом, но сотрудничать трудно. Но если возможно, это очень здорово. Вы услышали этот момент, который я вам сейчас сказал? если нахлынувает плохая... Вот почему люди после лекции какое-то время выполняют все, потом раз слетели. Потому что нет общения равных. А если такое общение есть, вы не слетите. Вы будете продолжать, 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 и потом это войдет очень глубоко в сердце, и вы победите. Таким образом станете сильными, сильно будете побеждать судьбу. Запомнили методику? Она простая, но надо ее сделать. Это простая вещь, но ее надо сделать. Судьбу побеждает общение, общение с добрыми людьми, то есть добрые отношения. Теперь, допустим, вот смотрите, у вас на вас навалилась плохая судьба в личной жизни. Вот накрывает вас там, ругаетесь там, поднимите вокруг, у кого такая ситуация. Смотрите, очень простой выход. Вот сейчас услышите очень простой выход. Не жаловаться на судьбу, угощать, радоваться, всех любить, заботиться обо всех. Когда они уйдут, у вас дома станет легче. Вы посмотрите друг на друг, начнете улыбаться. Понимаете, то есть судьбу плохую разрушают друзья, которые приходят к вам домой. Это освещение, то есть в древней культуре считается друзья пришли, это как Бог сам пришел. Это большая удача. То есть радуйтесь им, делайте что-то хорошее для них. И у вас личной жизни в вашем доме, дома у вас будет благодать. Легче станет сразу. Такое облегчение наступает от того, что вы пригласили друзей. Но там нельзя сплетничать в это время, нельзя оскоренять атмосферу. Пригласите и говорят у нас так все плохо. У них тогда тоже все будет плохо. А если жалуются и плачут и хнычат? Надо переводить тему разговорами. Надо учиться. Поэтому я говорю приводите тех друзей, которые побеждают судьбу. Вот здесь такие люди. Дружите, знакомьтесь друг с другом, приводите в гости, говорите о лекциях, о самосовершенствовании, говорите о том, как побеждать судьбу, примеры какие-то хорошие приводить. Вместе попойте молитвы, мантры какие-то там, пожелайте всем счастья. Вот это правильно. У нас есть клуб благость здесь. Вот это такой формат дружбы. Люди пришли, во-первых, можно познакомиться, узнать, кто работает над собой. Пришли, онлайн ретриты по-молитвенной со мной делать, там периодически проходят. Понимаете, и так далее, много всяких возможностей. Где только трогали есть? Нет, не только, где вот у нас клуб благость? Может, я вам нет? Желание для любого. Вы можете сами сделать такой клуб. У нас есть образование, это, ну, как просто бесплатное образование. Вообще, это такое, ну, как бы, можно только для женщин сделать. Вот, вы образование проходите, у себя дома можете такой клуб сделать, и мы будем вас рекламировать. На нашем сайте будет телефон ваш стоять, и вам будут звонить, говорить, алло, у вас здесь клуб благость. Да, заходите. Все. Понятно, да, система? А? Есть какая-то как-то 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 Элла знает. Элла знает про все клубы благость. Да, там три человека ходят. Ну, ничего, три тоже хорошо. Ну, ничего страшного, люди постепенно теряют энтузиазм, это нормально. Нас живых осталось только сей, миром, молодых солдат. Все нормально, идет процесс. Ладно, слушайте меня дальше. Тема закрыта, да? Теперь еще кое-что хочу вам сказать. Вот смотрите, учитесь так жить, что все, что вы видите, все, что вы воспринимаете на работе, в отношениях с людьми, с начальством, воспринимайте это как свою судьбу. Это очень важно. Это делает человека очень успешным. Потому что, что делает судьба? Она всегда пугает сначала и переводит стрелки. Вот эти две вещи она делает. То есть, вы поругались, допустим, сотрудником, начался напряг сотрудником. Что судьба делает? Она говорит, ты здесь не справишься, тебе вообще шансов нет. Раз. И второе, виноват он во всем, этот человек. Поняли? Это ваша судьба. Я даже могу сказать, когда она начала так действовать. Вот эта вот плохая судьба начала действовать два с половиной месяца назад. Это просто у вас там запрограммировано уже, понимаете, в вашей судьбе. Поэтому я это сказал. Понимаете, я просто вижу, чувствую судьбу человека. И она, вот эта плохая судьба закончится через две недели, через 16 дней. Вот наступит 17-й день и все разрешится. Ну, понимаете, но осадочек останется. Алло, Сара, помните, что ты у нас была в гостях? У нас колечко пропало. Она говорит, да я не брала ваше колечко. Так мы нашли колечко-то, а осадочек остался. Мои хорошие, чтобы осадочка не было, для этого нужно сразу, как только это все происходит, иметь просто знание. Вот смотрите, допустим, пошла жара в отношении сотрудницей, да, сразу, первое, чего, чего мне не хватает? Почему собачка такая кислая? Не хватает энергии природы. Значит, начинаем сразу на море там наполняться энергией. Судьба что делает? Она человека гасит. Не хватает энергии природы. Понимаю? Надо дождаться, когда хвостик начнет вилять. Вот на море побыли, чувствовать, хвостик забилял, все, значит, можно идти с моря уже. То есть у вас хватает энергии. Потом дальше, когда энергии хватает, вы должны понять, что это не подружка, не сотрудница виновата или там еще кто-то там. Это так действует моя судьба. Потому что если вы это не поймете, вы ее победить не сможете, остаток на годы останется. Плохой период пройдет, а остаток надолго останется. Итак, сначала энергии природы. Энергии природы не хватает, зарядилась, хвостик виляет уже. Близко не подходите к судьбе. Не надо ее как бы хвостик завилял и пошла выяснять отношения. А там судьба сидит. И она тебя раз закосила опять. Не подходи, держись подальше. Не надо как бы в пекло лезть. Вот. То есть дальше силы появились, начала молитву. Неподвижное положение тела, допустим, стоя или стоя на колене или в позе алмаза, то есть это на ягодицах, или в позе бабочки, или в лотосе. Ну, то есть в зависимости от того, что тебе больше подходит. Стоя принятие, стоя на коленях, стоя терпение, стоя на коленях, принятие судьбы. В позе алмаза пробивает судьбу. Дальше в позе бабочки гармония с этим миром, ты гармонизируешь ситуацию. Вот допустим, если сильная чувствительность, уши ничего не могут слышать, тогда надо в позе бабочки молитву делать и гармонизация с пространством идет, человеку легче переносить уже вот эти звуки все. Ну, то есть поза бабочки, стопы вместе, колени вносить, спина полусогнутая. Дальше, если человек не хватает концентрации внимания, тогда полу-лотос или лотос. Понимаете, да? Эти положения все по-разному действуют на судьбу. Когда человек молитву читает, что происходит в неподвижном положении тела? Постепенно, постепенно из вот это море страданий, да? То есть, вы думаете, ну, плохо, на работу не могу идти. Помолилась, 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 и потом раз, и чувствую, что не так все и плохо. это означает, что ваша внутренняя сила, память, вот как мы с вами молились, да? Вот эта память, а те, кто молится, она постепенно гасит океан страданий, он становится очень маленьким в сердце, уже никакого океана, все хорошо вроде стало. Понятно? И следующая стадия, когда вы чувствуете, что вы эту стадию прошли, сердце спокойно стало, следующая стадия, это будет стадия влияния. Вы уже этому человеку улыбаетесь, который вам принес проблемы, и он тоже вроде нормально, более-менее. Ну, то есть, через него судьба уже не может действовать на вас, потому что вы прошли стадии определенной.